Утро хорошего дня на ваших экранах, друзья. Поговорим сегодня с вами о путешествиях и путешественниках. Тем более есть отличный повод. На этих выходных наш город посетил известный путешественник из Москвы Виктор Аспидов и провел тренинг по автостопу. Он призвал гродницев путешествовать больше и верить в добрых попутчиков. Виктор Аспидов побывал с помощью автостопа в более 80 странах мира и теперь обучает, как правильно передвигаться на попутках всех желающих. Виктор успешно читает лекции и проводит мастер-классы по автостопу, вдохновляясь своим примером многих людей на свободное путешествие и, конечно же, яркую жизнь. Тема заинтересовала многих и нас в том числе. Московский путешественник сегодня у нас в гостях. Встречаем! А к нам в студию уже присоединился гость. Это Виктор Аспидов. Известный российский путешественник, автостопщик, документалист, журналист и репетитор по свободному образу жизни. Так? Да, абсолютно свободно. Доброе утро, Виктор! Здравствуйте! Рад приветствовать вас. Мы рады, что вы приехали и пришли к нам. В 80 стран. Так ли это? Автостопом. Как-то в 80 стран. Неужели это возможное автостопом? Пока мы писали сценарий, вы уже... Да, за ночь до среды еще и несколько стран прибавилось. Счетчик работает постоянно. В Гродно, я так понимаю, вы тоже приехали автостопом? Да. Как ни странно это звучит. Правда? Автостопом, да-да-да. Но у меня необычный был опыт. Я доехал из Питера до Минска, где у меня были лекции. И в Гродно у меня лекции по автостопу. В общем, я на гастролях. Увы, я в Питере приболел. И поэтому, не заезжая в Москву, нужно было напрямую доехать до Минска. И так как все-таки еще до конца не выздоровел в тот момент, я решил все-таки воспользоваться автобусом, чтобы ночью в последний момент доехать. И ответственность все-таки лекции. Все было в порядке. И это было необычное ощущение ехать на автобусе. Потому что я привык автостопом езжить. Необычный способ передвижения. Да, необычный. Скучновато было, честно, для меня. Поэтому автостоп я выбираю, потому что гораздо интереснее путешествовать. Ты встречаешь и останавливаются либо хорошие, либо очень хорошие люди. Остальные боятся, спешат. Разные причины проезжают мимо. Поэтому благодаря этому естественному отбору ты встречаешься с интересными людьми, как и вчера, например. Я ехал и встретил, как обычно, замечательных людей в Гродно. И, вернее, в целом в Беларуси хороший автостоп. И, как я слышал и подтверждаю личным опытом, страна очень безопасная. Да. В отличие от России. Со средним уровнем опасности. Можно постоянно ездить автостопом. Да, да. Я, возможно, приеду и останусь надолго здесь. То есть хотелось бы, по крайней мере, мне нравится. Кроме того, что, во-первых, люди замечательные, потому что для меня важно в путешествии, самое главное – это люди. И автостоп – это путешествие по поверхности земли и в то же время вглубь людей. Когда ты общаешься и узнаешь очень много интересного в целом о жизни и личной истории, и много полезного. И сам можешь что-то рассказать. И еще я использую каучсерфинг. Сайт гостеприимства. Всем очень советую. Никто мне за это не платит. Некоторые говорят, ты почему об этом рассказываешь. И это очень хорошо сочетается. И автостоп, и каучсерфинг. Скажите, вы репетитор по свободному образу жизни. Это вот как понимать? Что для вас свободный образ жизни? Ну, если все-таки более детально, как бы это ни звучало, для некоторых может быть смешно, это желание делиться своими знаниями. А автостоп – это одно из самых главных воплощений сторон свободного образа жизни. Получается, что ты можешь поехать, когда хочешь, куда хочешь, но начинаешь с малого. Я в большую часть Москве нахожусь. И недалеко от Москвы можно поехать с теми людьми, которые в Москве живут. Либо, если я приезжаю в какой-то другой город, можно попробовать поездку на короткое расстояние. Люди, когда хотят попробовать, но у них страхи определенные. Им нужен человек, который может им не только дать волшебный пендель, а еще и быть рядом. И это важно. Все-таки 80 стран автостопом, география впечатляет. 84, извиняюсь. Да. Но как возможно автостопом попасть в это? Да, столько стран проехать. Как возможно найти контакт с людьми, чтобы вот... Были ли случаи, когда вот все-таки люди просили деньги? Вот я так понимаю, что автостоп – это, скажем так, очень бюджетный вариант путешествий. Неужели все соглашаются бесплатно вас подпозить? Да, да, да. Во-первых, не все останавливаются, и это хорошо. Потому что я бы со всеми тоже не поехал. Во-вторых, те, кто останавливаются, как я уже сказал, люди хорошие. Естественно, иногда очень редко бывают случаи, когда деньги просят. На сленге автостопчиков называется «человек деньгопрос». Деньгопрос, да. Он начинает просить деньги, и при этом это не во всех странах. В Западной Европе, например, в Штатах такого не бывает. Но в наших странах, и в Беларуси, и в России, и в некоторых других это может быть. Но редко, опять-таки. А если человек просит денег, объясняешь, я еду вперед по пути, буду благодарен, если вы сделаете доброе дело. И вот на выезде из Минска парень хотел деньги. Мы по МКАДу вот еще со мной девочки ехали, попутчицы. Деньгопрос. Да, я говорю... Надо пить на порядочность. Да, подбросите вперед по пути, буду очень благодарен. Очень благодарен буду. Эту мантру продолжаешь читать. И это сработало в тот момент, и это часто срабатывает. Люди понимают, что не только о деньгах можно в жизни думать. Дело в том, что это по пути. Да, я же не прошу его везти меня специально по определенному маршруту. Нередко и такси, и автобусы подвозят. Я делился, у меня очень много лайфхаков, полезных советов, как путешествовать. И на каждом шагу из минусов какие-то ситуации превращать в плюсы. И вообще максимально полезно, чтобы и ярко путешествовалось, и при этом минимально затратно. И авиаперелеты, и получение визы. Вот Минский читал лекцию про Исландию. У меня, кстати говоря, свой блог. Вот все желающие, буду рад видеть. Подписывайтесь на канал Виктора Аспидов на YouTube, очень легко найти. Добавляйтесь в друзья, все желающие, буду рад видеть и ответить на вопросы. Возможно, не так уж быстро, но стараюсь. И своя очень полезная наша, можно сказать, народная группа о путешествиях есть в ВКонтакте, где можно легко находить и попутчиков, и людей, у которых остановиться. Можно и масса другой полезной информации, самой разной. Люди, каждый может делиться своими видео, своими постами полезными. В том числе много и по Беларуси. Вот один из редакторов группы, девушка из Беларуси, очень хороший редактор. Это все на энтузиазме. Люди разные. И тоже каждый желающий может стать редактором группы, делать то, что он хочет, когда хочет. То есть, это территория свободы максимально, во всех смыслах. Цензуры нет, естественно, в разумных пределах, имеется в виду. Нет каких-то ограничений. И есть масса полезных и документов, и видео. Часто выступления на радио, на телевидении, бывая в России, и не только в Беларуси, уже не первый раз. Здорово. И получается, что благодаря вам и СМИ стараюсь быть максимально полезным своему каналу, небольшому пока. И пытаюсь конвертировать свои поездки в интересные проекты. Например, две Америки и Россия одна путешествовала по Америкам, опрашивала людей, что они знают и думают о России. Разные мнения собрались. Например, девочка Майя в Аргентине говорит, меня зовут Майя в честь балерины, Майя Плесецкая. А еще я люблю водку. В общем, два полярных бренда в одной милой девочке. Это забавно очень. Или украинцы об Украине у меня был проект. В России. Да. Медведи, шапка-ушанка. Да, вот интересно мнение собирать. Или последний проект на данный момент по Украине я проехался. Я прошел людей, что они думают о прошлом, настоящем будущем Украины. Причем проехал с запада на восток, всю Украину. И в день независимости Украины, 25-летие Украины, 24 августа, побывал, начинал путь свой в Ивано-Франковске, потом Галич, празднество красивое и яркое, и Львов, западная Украина. Прекрасные люди, замечательные отношения. Никаких проблем. Всегда спокойно говорил по-русски. Мне объясняли либо по-русски, либо по-украински. Общались, песни на русском языке, ночь уже независимости во Львове. Там Чаев, С войны, еще какие-то песни на русском языке. А город какой красивый. Потрясающий город. Я была дважды, хотела бы еще туда вернуться. Да, и он все лучше и лучше, краше и краше, день от дня замечательно. Потом дальше я ехал. Меня подвозили самые разные люди, много историй, никаких проблем. Участники боевых действий и разных событий. При этом и в гости приглашали, профессиональный военный, рассказывал, как его Господь Бог, он верующий, спас на войне, что разорвалась бомба, вернее, мина, и он абсолютно цел, хотя рядом совсем. Или как он влюбился, друг друга влюбились, они с девушкой из Донбасса, у них роман, несмотря на то, что хотя он был уже семейный человек, и вот во время боевых действий, можно сказать, войны, такая романтическая история, попрос снимать фильмы, и все эти истории, все это погружение в культуру. Ну, представляю, сколько этих историй вы услышали за время своих путешествий. И вот отсюда еще один вопрос. Сколькими языками вы владеете? Владею не так уж много, знаю, при способностях больших можно знать гораздо больше, знаю английский, испанский, турецкий, немного, и каждый другой язык, если путешествую в этой стране, понемногу, хотя бы несколько слов, раз нужно знать, о чем я говорю, и благодаря автостопу, каучсерфингу, очень легко учить языки. Вот по Европе, кстати, проехался, может, немного на злобу дня, тоже с проектом «До Гибралтара». Стараюсь актуально проследовать ситуацию с визами, и всем рекомендую путешествовать, в первую очередь стараться по безвизовым странам. Ну, вот, по крайней мере, для россиян такая тенденция, все больше и больше безвизовых стран. Здорово, когда ты можешь поехать в ту же самую страну, но через год и уже без визы, да, потому что это ограничение за траты времени, сил, денег, в конце концов. А вот «Гибралтар» недавно стал визовым по Шенгену только. Просто до этого нужно было специально британскую визу получать. Это интересное очень место, скала. Да, намного сложнее. Эта скала, это место очень удивительное, интересное, где дикие обезьяны живут в Европе. Уникальное место. До этого места ехал, еще проект сделал автостопом по санкциям и бездуховности. Да, аналогии с золотым теленком, да. Актуально. Торческий человек, Виктор. Опросил людей на тему, что они думают о санкциях против России. И в то же время это все человеческий фактор. Я не люблю политику, да, не влазью в нее, но интересное мнение людей. Не предвзятое, без пропаганды, да. И, естественно, масса приключений, все это входит в сериалы, которые пытаемся снимать, мыльные оперы автостопные. Вот позвольте задать вам такой вопрос. Вот такая форма получения каких-либо благ человеческих не перерастает ли это вот в стиль жизни, то есть вот жить за счет кого-то. Как вот автостоперу, да, вот не перейти эту грань. Да. Во-первых, я всех учу этому, и, естественно, в первую очередь сам так делаю, никогда никого ни о чем не просить. Если у вас какая-то сложность, что-то нужно, можно спросить у людей, например, где это можно добыть, как можно починить какой-нибудь инструмент. Вот у меня буквально пеканная ситуация, по пути сюда сломался замок куртки. Ну, а так как холодно, неудобно, я ищу какой-то вариант, найти замок нужно. Ну, и вселенная тебе откликается в таких случаях. Ни в коем случае никогда ни у кого не прошу какие-то вещи, какие-то деньги, да, тем более. Потому что это неправильно. Есть кодекс, да. Автостопщик, есть не автостопщик, человек, который использует, может, автостоп в силу каких-то проблем своих, может, у него проблемы с алкоголем, еще с чем-то. Соответственно, нет денег, он выходит на дорогу. Это не автостопщики. Конечно, плюс нужно быть чистоплотным, нужно выглядеть ярко, достаточно привлекательно и не пахнуть. Иногда подвозят меня, говорит водитель, меня я подвозил, автостопщиков так воняли, так воняли. Две девочки. Вот страсть Господня, сами понимаете. Очень важно, потому что имидж автостопщика это то, что в руках каждого из нас. Имеется в виду, вот если я еду автостопом, я отвечаю не только за свой имидж, но и за имидж каждого автостопщика. Важно, чтобы ты вышел из машины, и человек хотел тебя снова взять. И наоборот, даже надо помогать. Но если, конечно, человек что-то дает, он хочет сделать добро, я пытался иногда отказываться, я понимал, как я обижаю этим людей. Важно это принимать с благодарностью и отдавать потом, когда ты можешь. Это круговорот добра. Очень важна альтернатива нашим, все-таки навязанным нам меркантильным отношениям. В той или иной мере, да, мы все зависимы от денег, но при этом важно понимать, что это не главное. Здорово, когда просто стоишь, вот открытый жест, ладонь, всем советую во всех странах, кроме Западной Европы и США, например, и Австралии, ловить вот таким жестом. Открытые ладони психологически правильно, да, это значит, что у меня ничего нет, оружие, да. Вот МММщик Мамроти, он тоже с таким жестом на рекламе был, когда вышел из зоны. Вот, но тут важный момент. В психологии, да, ставить лайк, кстати говоря, 19 сентября 1923 года в газете Нейшн вышла статья об автостопе, и это считается неофициальным праздником автостопщика. Вы нас действительно вдохновили. Заинтересовали. Да, заинтересовали свободными путешествиями, тем более это сейчас так доступно оказывается. Просто нужно быть немножко смелее, побольше смотреть, читать, общаться с людьми. Спасибо вам огромное, что вы в своем плотном графике нашли сегодня для нас время, пришли в нашу студию. Да, надеемся, что вы еще к нам приедете. Успехов вам! И побольше друзей в разных странах. Хороших водителей. Попутчиков. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Замечательный город, замечательные вы. Обязательно путешествуйте автостопом. Вконтакте, личные консультации. С удовольствием дам. Ну, теперь у меня в друзьях. Замечательно. Дело в том, что очень полезные советы, не только если вы хотите автостопом путешествовать, вообще на тему путешествий. Обращайтесь. Опять-таки, всем подписывайтесь на канал. Буду рад видеть. И в друзьях добавляйтесь. Гродно. Один из моих самых любимых городов. Благодаря таким замечательным, во-первых, людям, как вы. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин